Друзья, приветствую! Ярослав из Московской области прислал посылку с образцами масла Синтек Платинум 530 C23. Масло использовалось в Hyundai Grand Santa Fe 2.2 турбодизель. Вот две баночки, свежая отработка. К сожалению, описание Ярослав забыл положить, он прислал его на почту. Данное масло я уже проверял, вот я подписал баночки, присылал Илья из Челябинска, он использовал в бензиновом Hyundai. Судя по цвету, здесь я бы предположил, что это все-таки полноценный китайский пакет, поэтому я даже подписал новый Китай. Так, закладываем и давайте сравним с отработкой старенького, скорее всего старого пакета. Так, сейчас прибор закончит измерение. Да, в эталоне щелочное 7.1 и кислотное 1.45. Здесь, смотрите, 97% по противоизносным присадкам, гликоли нет, то есть как бы в этом отношении нормально сажи нет. Кислотное 1.50, был 1.45 в эталоне, чуть-чуть повыше на 0.05 и щелочное на 0.6 пониже, 6.5, в эталоне был 7.1. То есть тут такое впечатление, что немножко-немножко не доложили кальция. Вот остальные параметры, в общем-то, очень похожи. Все сохраняю и можно проверить отработку. Как я уже говорил, это Hyundai Santa Fe 2.2 турбодизель D4 HB 200 сил. Объем масляной системы 7.8 литров, а сервисный 6.7 литров. Но есть сносочка, что есть модели этого двигателя с картером на 400 миллилитров меньше. Так, общий пробег автомобиля 154.5 тысяч километров, пробег на масле 6.5 примерно. При средней, очень высокой средней скорости 60 километров в час, это примерно 107 моточасов. Ну, давайте посмотрим, что намерят, что покажет отработка. Значит, противоизносных присадок шикарный уровень 92%, минимальная сработка. Гликоли нет, антифриз не попадает. Сажа 0.18. В прошлом видео, кстати, тоже масло было Look Oil из дизельного BMW, который перемещается с высокой скоростью. И там было 0.16. Обратите внимание, как высокая скорость, высокие обороты влияют на образование сажи. Резко сокращают, то есть оптимально, супер. Значит, кислотное 2.32 и щелочное 5.4. Мало, видите, воды тут тоже. Кислотное достаточно сильно подросло. Чуть не дотягивает до единицы на 100 часах. Это много, особенно для дизеля. Так, сейчас я вам покажу сравнение вязкости, а потом разберу вот эту ситуацию. Почему, на мой взгляд, что произошло с кислотным и прочие нюансы. Попытаюсь найти объяснение этому. Так, закладываю свежая отработка. Обратите внимание на цвет свежего. Так, есть небольшое разжижение, но оно минимальное. Значит, у меня получилось 9%. В общем-то, да, высокие обороты. Как говорится, здесь с полимерным загустителем ничего не произошло. Но это, конечно, не загуститель, это небольшое попадание атмосферных влаги, топлива. Может быть чуть-чуть. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Сейчас покажу вам ресурс масла, который у меня получился. Моющие нейтрализующие свойства это 14 тысяч практически 200 километров. По моточасам это 236 моточасов. Вроде бы как и немного, но с другой стороны сейчас разберем этот момент. И по нитрованию 35 тысяч практически в километраже и 583 по моточасам. Но для дизеля это низковатый показатель. То есть, здесь оксиды азота активно образовывались. Ну и по вязкости, видите, тут вопросов нет. 1200 по моточасам и там 71600 по километражу. Для дизеля, для бензина, как я уже неоднократно говорил, значит нормальный, на мой взгляд, по опыту показатели, от 400 до 500 моточасов нитрования. А для дизеля от 800 где-то вот так. 800, 800, 900, до 1000, бывает чуть больше 1000 моточасов. В дизеле намного, значит, меньше они образуются. Эти оксиды азота тут все вкупе. И процесс сам сгорания, и смеси образования, значит, более эффективные. А сейчас вот покажу вам такую, значит, часть статьи из машиностроения. 19 выпуск, правда я не помню какой год. Не посмотрел, к сожалению, у меня скрин сохранен. Ну и вот смотрите, под номером 1 это, значит, образование оксидов азота. Видите, линия пунктирная в оптимальных практически режимах. И номер 2 это в режимах близким к максимальной мощности. Вот двоечка. Видите, насколько выше уровень образования оксидов азота. То есть, а если это не максимальная мощность, вот продлеть ее чуть-чуть правее до пика, то еще выше образование оксидов. А это нитрование, так называемое, как я его называю. И оно напрямую влияет на ресурс масла. То есть, чем выше у нас обороты, тем больше оксидов азота образовывается в отработанных газах. А отработанные газы в любом случае влияют на, значит, масло в той или иной степени. И, значит, сокращается ресурс масла быстрее окисления. Я думаю, с этим и связано, что высокая скорость, значит, и больше вот влияние оксидов азота на масло. Этим и сокращается масло. Поэтому, смотрите, даже интересный момент, какой производитель заявляет. Там 15 тысяч километров, а не моточасы. Получается, что на высокой скорости тоже это к 15 тысячам километров. И где-нибудь на такой невысокой скорости это тоже может быть 15 тысяч километров. Получается, что какой-то резон в этом есть, оценка только километражом. Здесь, я думаю, что в городском режиме, в таком смешанном масло отработало бы значительно лучше. На мой взгляд, я просто уверен. Здесь, видите, высокая скорость. Да, плюс еще, конечно, это турбодизель. На высокой скорости турбина больше раскручивается, сильнее нагревается. Опять же, нагревает масло. Там, я не знаю, Алексей по-простому разбирал эту ситуацию. Я с ним согласен, что масло в районе турбины не менее 150-160 градусов. Даже краткосрочный такой нагрев, тем не менее, влияет. То есть, на скорости масло функционирует. И периодически нагреваясь до этой температуры, естественно, тоже ускоряется окисление масла. Вот такой получился тест. Благодарю Ярослава за предоставленные образцы, поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока! Субтитры делал DimaTorzok